МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, здравствуйте, люди! Это сколько мы не виделись на украинском телевидении? Год? Да. Ровно год назад мои эфиры на одном из каналов были закрыты. Но это не помогло тем, кто надеялся, что они успеют как-то подправить ситуацию с выбором в пользу Порошенко. Мы смогли и успели тогда сформировать правильное, объективное мнение у людей о том, что происходит и кто причина беды для страны. Поэтому то, чего добивали с закрытием программ, не сработало. Так или иначе, сегодня я здесь, сегодня я на КРТ. С сегодняшнего дня начинаются мои прямые эфиры здесь, на КРТ, на канале, который не продается. И, как обычно, в этих эфирах все будет четко, ясно, понятно, обоснованно, без словесной почкотни, без суеты. И, повторюсь, как обычно, мы обязательно будем разговаривать с вами в прямом эфире о тех темах, которые вас волнуют. Зачем все это делать? Мы с вами неплохо сделали 19-й год. Отдаем себе отчет, нельзя все время себя хулить. Мы отдаем себе отчет в том, что у нас получилось снести с президентского кресла, наверное, самого страшного за всю историю Украины человека. Но точно так же в 19-м году наша страна столкнулась с новым внутренним вызовом. К сожалению, на вот этом хайпе замены всех на все в парламент и в правительство зашли люди, которые вряд ли обеспокоены проблемой Украины. А если мы с вами не будем этого понимать, если мы с вами и дальше будем позволять тем, кому Украина неинтересна, кому мы неинтересны, кому неинтересны наши дети, наши семьи, если мы будем позволять им дальше нас обманывать, а Украину потихонечку выставлять на торги, дело не будет, страны не будет, нас с вами не будет. Уверен, что у них это не получится. Уверен, что мы с вами за эти пять лет бардака обязаны были поумнеть, обязаны были стать злее, обязаны были стать каждой в своей отрасли и в своем направлении, в своей жизни, в своем дне, ну, в общем-то, где-то аналитиками. 20-й год – непростой год. Кстати говоря, всех с Новым годом, с Рождеством, и я желаю, чтобы вас, умные люди, Бог умудрял и укреплял. Так вот, непростой год почему? Я думаю, что в конце года состоится целая плеяда новых выборов. Это выборы в местные советы, и, вероятно, это выборы в парламент. Кто знает, может, это еще кое-какие выборы. Мы должны с вами понимать причинно-следственные связи. Мы должны с вами понимать, кто есть кто. Кто, маскируясь за маской так называемого оппозиционера, боится проголосовать, например, против запрета русскоязычных школ. Мы должны понимать, что, предав в этом, так называемые оппозиционеры будут предавать всех нас и дальше. Ну и так далее, и тому подобное. А сегодня мы начинаем эфир с нескольких тем, с тем, которые касаются каждого из нас, так или иначе. Не зря кто-то умный сказал, если вы считаете, что вы не занимаетесь политикой, то политика не займется вами. Политика обязательно входит в каждый дом. Она влияет на все. И мы с вами должны создать в Украине нормальную, красивую, нашу с вами социальную политику. Политику, в центре которой будет человек. Я, вы и наши с вами интересы. Сзади меня должен висеть телефон. Я не знаю, висит, не висит. Скажите мне его, я произнесу людям. 0, 8, 2, 0, дальше. По этому телефону звоните в студию, задавайте свои вопросы. Но не забывайте, какой вопрос, такой ответ. Я человек не очень стеснительный, хотя и аккуратный. Итак, еще раз, рад вас всех видеть. Рад вас видеть в своей программе. Она называется «Принцип Гольдерба». Я думаю, у нас все получится. Я думаю, что мы с вами все заодно. Мы умные, мы хотим изменений, хороших изменений. И мы имеем на это право. Теперь подо все под это делать надо. Давайте учиться делать. Ну что, поехали. Какая первая тема? Президент Украины Володимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что прагнув президентство заради досягнення миру на Донбасе. Я бы никогда не прагнув президентство, не маячи такой мети, подкреслив глава державы, отвечая на вопрос о том, что возможно достигнуть миру на Сходе Украины. Він також зазначил, что хотел бы больше активного просувания процессов регулирования. Но, цитата, очень сложные вопросы. Ранее Володимир Зеленский неодноразово утверждал, что самая прекращение войны является его основной миссией протягом пяти лет. Еще ранней осенью этого года, того года, буквально через несколько месяцев после избрания Зеленского, я высказал предположение, что мне думается, что президент видит свою историческую миссию именно в том, чтобы привести Украину к миру. И это хорошая миссия. То, что было развязано предыдущим режимом, тот негатив, который обрушился на Украину за последние пять лет, то нерукопожатие высоких украинских чиновников, ведь на самом деле слово «Украина» в Европе, в Америке в последние годы вызывало уже, ну, скажем так, даже не озабоченность, а благодаря работе Порошенко, скорее, отвращение. Все понимали, что страна разоряется, люди разоряются, а президенты его окружения жиреют. А это на фоне войны и трупов. У нормального человека, в нормальной цивилизации, это не может вызвать позитивного отношения. И Зеленский со всем этим наследием, плохим наследием, он столкнулся, я его понимаю, ему нелегко. И, несомненно, и я, и другие нормальные люди, и партия, которую я возглавляю, левые силы, мы поддерживаем президента в том, что он пытается привести страну к миру. Во всяком случае, он об этом заявляет. Ну, наверное, не просто заявляет, да, у него получилось, у него в конце концов получилось разговаривать с Путиным. И он не стал в это играться, он стремился к этому. И у них произошел разговор. У него получилось обменять удерживаемых людей. У него получилось вывести из России задержанных моряков, которых в свое время Порошенко бросил на бойню. У него начало получаться разговаривать. В конце концов, компромисс по газу какой-то найден. И, кстати говоря, я напомню, Украина получила 3 миллиарда долларов от России. Это то, что у него получилось за это время. И если у него по итогу выйдет так, что он приведет страну к миру, что закончатся обстрелы, что территория, которая ушла, каким-то чудом вернется назад в Украину, я думаю, что, надо честно сказать, это неплохая историческая миссия. Но! Скажите мне, господин президент, как вы собираетесь приводить Украину к миру, когда ваш парламент, те, кто под вашими флагами зашел в здание парламента, разъединяют людей, запрещая русскоязычные школы, вставляя клин в вопросы веры, вставляя клин в вопросы языка. Каким образом вы собираетесь так привести страну к миру? Вы правда считаете, что русскоязычный Донбасс захочет идти туда, где закрываются русскоязычные школы? Кстати, я еще раз повторю. Так называемые оппозиционеры, которые сидят в парламенте, не проголосовали против этого гадского закона. Они воздержались. Они воздержались. Это чтобы было понятно, что это такое за оппозиционеры. За слух народа нет смысла говорить. Они в данном случае уже последние несколько месяцев выступают не как слуги, а как враги народу. Потому что этот парламент не принял пока ничего хорошего, конструктивного, что говорило бы о том, что он проукраинский. Все, чем заняты их мысли, это собственные кошельки, а также, простите мне, их переда и зады. Так выходит из того, что они творят и что они делают. Один заказывает проституток, другой там... Ой, не хочется говорить об этих скабрезностях. Но с таким парламентом мира не будет. Что лампочка? Лампочка не горит. Куда мне смотреть? Вот она не горит, если уж на то пошло. Это я не вам, уважаемые зрители, это мы с режиссером спорим. Идем дальше. Какой может быть мир, когда благодаря вам, господин президент, было сформировано откровенно антиукраинское правительство? Правительство профанов, правительство недалеких людей, правительство, которое своей задачей поставило все больше и больше вгонять Украину и украинские семьи в долги? О чем вы говорите? Более того, это правительство заявляет о том, что оно и дальше будет продолжать ненормальную долговую политику. Мы вернемся сегодня к этому вопросу. А может быть, президент, вы правда считаете, что у вас получится привести Украину к миру, распродавая землю, украинскую землю? Земля в Украине это скреп, это дух, это основа для человека на клеточном уровне, это основа жизни, основа его связи со страной Украина. Я считаю, что кроме попыток, каких-то небольших попыток привести страну к миру, что-то хорошее в этом смысле сделать, больше другого за это время не сделано ничего. Не разоружены незаконные военные группировки. Не привлечена к ответственности клика Порошенко, которая втравила страну в войну и в бойню. Они прекрасно себя чувствуют. Более того, часть кабинета министров это по сути люди бывшего президента. Не помните? Я напомню. Нынешний премьер-министр Гончарук, тот самый, который профан в экономике, помните, да, его записи, тот самый, который организовывал сговор с целью обмануть президента. Он ведь за месяц до выборов сказал, я не знаю никакого Зеленского, наш президент Порошенко. С таким гамузом, президент, вы не уедете. Вас окружают люди, которые работают не на Украину и точно не на вас. А других вы не хотите слышать. Почему? Я не знаю. Мне жаль, что вы можете разбить надежды десятков миллионов людей, которые на вас полагались и которые за вас голосовали. Надеюсь, что Бог умудрит вас. Со своей стороны и я, и союз левых сил мы всегда готовы вам помочь и подставить плечо. Мне сейчас говорят, что звонок в студию. Прошу, звоните и давайте говорить. Есть звонок? Идем дальше. Теперь детальнее. Вы помните, как на той неделе страну потряс скандал, вызванный сговором между премьер-министром, министром финансов, министром экономики и тремя руководителями Национального банка сговором, который был направлен на то, как обмануть президента и придумать какую-то версию, почему в Украине падает производство, падает экономика, огромный разрыв в внешнеэкономической плоскости, то есть отрицательная сальда. И при этом укрепляется гривна и падает доллар. Опять звонок. Ну давайте. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот я дивлюся вашу ситуацию, дивлюся уже на Россию. Мене цікаве таке питание. От 28 приходят, копатят 6, двоих пиараха на господи. Сейчас, хвилинку, хвилинку, зупиніться, зупиніться. Я вас дуже прошу, кажіть внятніше та краще слухівку піднесіть, тому що я не чую взагалі нічого з того, що ви кажете. Це перше і друге. Як вас звати? Як до вас звертатися? Мене, Петро. Ви трошки від екрану відійдіть і кажіть, добре? Слухаю вас, пане Петро. Ребята, у нас що-то зі звуком, я взагалі не слуху чоловіка. Пане Петро, взагалі не чутно вас у студії. Я перепрошую, ви або перетелефонуйте, або напишіть, добре? Ще є званки? Прекрасно, включайте тему, включайте следующую тему. Зараз пайдет розшифровка, о чому був зговор, і чому цей зговор був, і що вони хотіли. Заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб на прохання журналістів оцінив можливу першу виплату по ним в 2021 році на рівні близько 100-110 мільйонів доларів. Як вихідні дані для розрахунки він використовував зроблений Нацбанком прогноз ВВП України у 2019 році в 3,5 відсотки. Номінальний ВВП близько 4 триліонів гривень і середній курс за минулий рік 25 гривень 80 копійок за долар. Математика там легка. 3,5 відсотки зростання дають виплату 100, 105, 110 мільйонів у 2021 році сказав Сологуб. О чому йде річ? Я говорив вам о том, що правительство, яке сформувано Зеленським, абсолютно антиукраїнське, воно опікується знову інтересами міжнародних кредиторів. Ви ж дивіться, проти відставки Гончарука хто одразу вступився? МВФ. Вы, кстати, уважаемые люди, запомните, как только за кого-то из чиновников вступається МВФ, либо этот чиновник начинает апеллировать к тому, что нам очень важно поработать с Международным валютным фондом, помните, это враг Украины. Это человек, которого не интересует, что будет с Украиной, и его задача на своем посту еще больше углубить долговую яму и под эту долговую яму принять те нормы права, которые раззарят Украину и украинский бюджет. Что происходит сегодня? Вот этот вот красивый откормленный, мощный человек, это заместитель председателя Национального банка. И он сейчас, покажите его фотографию, чтобы видели героя, и он сейчас, да, вот такой, явно переживающий за украинские финансы парень. И этот парень говорит нам о том, что готовьтесь, с этого года мы начнем выплачивать комитету кредиторов, кроме всего прочего, минимум по 100 миллионов долларов в год. На самом деле, это неправда, платить они собираются много больше, и я напомню вам, что в свое время, в 2015 году, засланный сюда агент влияния некто Ереська заключила тайный договор, его затаемыло, это договор, его нет в свободном доступе, с комитетом кредиторов, которым якобы Украине списывалась маленькая-маленькая задолженность. Но на самом деле было прописано, что в случае, если с 2020 года номинальный валовый продукт Украины покажет рост и достигнет цифры в 125 миллиардов долларов, каждый последующий год изменение валового продукта на плюс 4 процента и выше позволяют комитету кредиторов претендовать на половину вот этого слова и выше. То есть, грубо говоря, нарисовали на бумаге, что Украина заработала, что ее валовый продукт составил за год плюс 20, плюс 30 миллиардов долларов. Это значит, что на разницу комитет кредиторов имеет право претендовать и забирать у нас из бюджета живые деньги. Я сейчас объясню это на таблицах и все станет очень понятно. Поставьте, пожалуйста, не эту, а поставьте третью таблицу. Третью. Смотрите. Экономика страны падает. Только за последние несколько лет промышленное производство обрушилось на треть. На треть. Промышленное производство формирует бюджеты. А его нет. Оно обрушилось. Запомнили, да? Каждый год разрыв в внешнеэкономическом сальдо составляет 10 миллиардов и выше долларов. То есть, из Украины уходит долларов больше, чем сюда приходят. Еще раз. А, третья висит, да? Таблица. А между тем, смотрите, как только Ереська подписала этот договор, в 2015 году номинальный валовый продукт равнялся 90 миллиардам долларов. Потом он начал расти, как бы. Потом он резко с 93 миллиардов вскочил в 112 миллиардов. Это при том, что, повторюсь, промышленное производство падает, а люди разоряются. И отсюда выезжают рабочие руки. То есть, создавать валовый продукт некому. А раз некому роста быть не может. Но они показывают, что с 2017 валовый продукт вырос еще на 17 миллиардов и стал 130 миллиардов. Поняли? Вот, они добились своего. Они достигли цифры, которая превышает 125 миллиардов долларов на бумаге. И после этого хозяева нашего правительства, иностранные финансовые корпорации и комитет кредиторов, стали иметь право на то, чтобы вычерпывать лишние деньги, на которые они не должны были иметь никакого права. из государственного бюджета Украины. То есть, наши с вами деньги, деньги налогоплательщиков. Запомните, подождут, запомните, деньги налогоплательщиков, вот прекрасный пример привела Тэтчер, когда сказала, хотите научить ребенка бюджетной дисциплине или понимать, что такое налоги, купите ему мороженое. Купили? Кстати, проэкспериментируйте, права была Тэтчер или нет. Возьмите это мороженое, только он захочет его скушать, откусите кусок. Откусите, верните ему и скажите, это я откусила за правительство, это налог подоходный. Посмотрите на глаза ребенка. Как только он захочет в конце концов куснуть это мороженое, возьмите, откусите еще кусок и скажите, а это я откусила НДС или Акциз. посмотрите на глаза ребенка. Как только он захочет куснуть, откусите в третий раз и посмотрите на реакцию ребенка. Так надо приучать наших детей к тому, что деньги, которые мы платим этой сегодняшней власти, это наши с вами деньги, а они ими распоряжаются по-скотски. Доказываю, 130 миллиардов они нарисовали в 2018 году. Смотрите, 152 миллиарда долларов они рисуют за прошедший 2019 год. То есть якобы Украина произвела еще на 22 миллиарда долларов больше. А зачем они это делают? А все очень просто. Со 130 до 152 миллиардов это плюс 10%. Это значит, что по соглашению между Ерейской и Комитетом Кредиторов вот эти 10%, а точнее 6 из них, потому что все, что выше 4, вот эти 6%, на половину из них претендует Комитет Кредиторов. На половину из 6%. 1% от 150 миллиардов это 1,5 миллиарда. То есть Комитет Кредиторов по соглашению с Ерейской имеет право претендовать сегодня на 9 миллиардов живых наших с вами долларов из казны. Задумайтесь. На 9 миллиардов. Вам теперь понятно, зачем здесь появилась Ерейска? Почему премьером стал Яценюк? Почему Зеленский провел Гончарука в премьеры? Человека, который даже на тайной пленке не стесняясь говорит, что он в экономике полный профан. Кстати говоря, что ему Зеленский на это отвечает? Поставьте это видео, пожалуйста. Вы глубоко в экономике, глубоко во всех современных процессах, глубоко во всех процессах и они отбываются в уряде. Еще раз, вы глубоко в экономике. Я понимаю, так, Зеленский таким образом пытается подтрунить над этим чудиком премьер-министром, но мне жаль, что только на это хватает президента. Получив пленки, получив, а ведь об этих пленках говорит весь мир, весь мир смеется с нашей власти. Получив такие пленки, президент имел полное моральное право разогнать этот Кабмин, а Гончарука и тех, кто присутствовал на этом сговоре отдать под суд. Но максимум, на что он решается, это подтрунить над ним и сказать, вы в глубоко в экономике. Обычно глубоко в другом месте говорят, но в данном случае президент сказал, вы глубоко в экономике. Этот Кабмин, очевидно, как и Национальный банк, который остался нам от Порошенко и от Гонтаревой, работает на то, чтобы изымать, незаконно изымать деньги из бюджета Украины. Вопрос, почему президент Зеленский не реагирует на это? Почему они не пытаются отменить эту сделку с Ересько? Почему не признают ее очевидно незаконной и противоречащей национальным интересам Украины? Почему он только сейчас вспомнил о том, что Кобелев и все остальные повыписывали себе многомиллионные долларовые премии? А ведь это наши с вами деньги. Ведь мы платим по завышенным тарифам и цене на газ. Почему только сейчас дали команду разобраться, что раньше не знали, что они насчитывают себе миллион долларов в месяц только зарплаты? С такими делами президент мира не будет. Скорее наоборот. Гражданский конфликт может перенестись на всю территорию Украины. Мне говорят, что звонок. Давайте послушаем звонящего. Алло. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня только один вопрос. Если 73% населения Украины выбрали Зеленского, и он не оправдывает наши надежды, зачем нам такой президент? Зачем? Дело в том, что следующие выборы через 5 лет, а другой механизм... А ничего ему нельзя сделать? А кто будет... Ибо как себе идет эта команда и совсем на свете? Смотрите, они... Ну люди выживают, сил нету жить. Как вас зовут? Валя. Валентина. Они какую замануху придумали? Они же обманывают. Они говорят... Вот он говорит, будет закон об импичменте. Но какой закон они приняли? Этот закон выписан таким образом, что за импичмент должны проголосовать знаете сколько? Три четверти депутатов. С учетом того, что там зеленая квази-мона фиг поймешь какое большинство, как вы считаете, они будут голосовать за импичмент того, под чьими флагами они зашли? Однозначно нет. То есть этот закон не сработает. Они обещали сделать привлечение простоя депутатов к ответственности. А оно есть? Нет, его нет. Потому что депутата может привлечь к ответственности и возбудить по нему производство. Только генеральный прокурор. А кто это будет делать? Генеральный прокурор президента Зеленского? Сомневаюсь в этом. И так далее. Все, что нам обещали, все, что они обещали, оно оказалось по большому счету фикцией. Вернусь сначала своей программы. Я сказал о том, что я верю в то, что Зеленский хочет зайти в историю президентом мира. И со своей стороны всячески готов президенту способствовать. Но моменты, о которых я сейчас говорю, это моменты национальной безопасности. И они точно так же связаны со словом миром и слова война, причем внутренняя гражданская война. Если на эти моменты будут класть что там они кладут своих этих вот если они будут разбазаривать страну, если они будут отдавать наш бюджет проходимцам и агентам международного влияния и одному из первейших врагов Украины МВФ, если они играть будут в это, добра не будет и мира не будет. С какой стати, что случилось такого, поставьте первую таблицу, пока мы говорим. Это вот то, о чем я говорил. Украина только сейчас рискует потерять 9 миллиардов долларов. 9 миллиардов долларов. Абсолютно ни за что. Ну, вернее, за дурость свою. За то, что когда-то согласилась на 2014 год, за то, что когда-то пустила во власть откровенных негодяев, за то, что когда-то аплодировала толпой иностранным проходимцам. Вот за все за это сегодня Украина очень может сильно поплатиться. Я очень надеюсь на то, что президент услышит меня, услышит других умных ребят и все-таки попытается изменить ситуацию. Прекратить обстрелы, этого мало, президент. Много чем есть заниматься. Повторюсь, у вас есть все основания ликвидировать этот негодный кабинет министров. У вас есть все основания разогнать этот гадкий, еще от Гонтарева и Порошенко оставшийся национальный банк. Это надо делать. Вопросы национальной безопасности. Либо это сделают, но может быть другие. Но тогда вы не выполните свою миссию, президент. Еще один звонок. А кто? Президент звонит? Придет время. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я очень переживаю. Первый раз зазвонилась до вас. Я в Одесской области живу. Илья Васильев Кокилийского района. Меня зовут Ольга. Здравствуйте, Ольга. Я нахожусь по уходу за ребенком инвалидом с детства. Он уже не ребенок, ему уже 20 лет. Я хочу узнать, какие ему полагаются льготы, полагается ли ему какая-то отдельная квартира с удобством. Потому что мы живем в частном доме, у нас ни воды, печное отопление. Вообще никаких условий, никаких удобств. Я его просто элементарно не могу помыть. Не постирать нормально ничего. Потому что мне уже самой 56 лет не тяжело. И вот ему полагаются какие-то жилищные условия или с одной стороны курортные какие-то. Скажите, пожалуйста, Ольга, а можно не кладите сейчас трубку, давайте поговорим. А вы на выборы в парламент ходили? Да. Скажите, пожалуйста, как? В парламент нет, я только ходила на президентские выборы. За кого голосовали, если не секрет? в первом туре я, конечно, голосовала не за Зеленского и не за Порошенко. Я уже не помню за кого. Но не за Зеленского и за Порошенко. А во втором туре я пошла проголосовала за Зеленского против Порошенко. Да, мне говорили, что так подавляющее большинство людей сделало, что 73% голосовали. А я за Житя, за Житя я голосовала в первом туре, за Житя. Это Бойко, что ли? Ну да, там Бойко. Ясно, ну бог с ним, с Бойко. Медвичуба. Так это минутку, это же уже парламентские выборы, вы о них говорите. Хорошо, я зачем задал этот вопрос? Вообще, по логике вещей, на подобные вопросы и помогать вам должен местный депутат, который от вашего места избрался и который потом приперся в парламент защищать наши с вами интересы. Я так понимаю, вы не обращались ни к нему, ни в его приемную, ни к его помощникам. Я вам предлагаю следующий вариант. Для того, чтобы мы сейчас в прямом эфире не лопатили законодательство, однозначно на вас распространяются льготы. Я не знаю, какая группа инвалидности вашего ребенка, но знаю, что однозначно льготы вы имеете, вы имеете право на помощь государства и медицинскую, и санаторно-курортную, и денежную, и касательно даже тех же самых жилищно-коммунальных тарифов. Давайте сделаем таким образом. Город Киев, Воздвиженская, 18. Там располагается мой офис, он называется офис публичного аудита. Направьте туда, пожалуйста, короткое письмо, либо на почту электронную публичного аудита, направьте короткое письмо о том, что как вот с фабулой, кто вы, где вы, сколько ребенку и какие-то документы. И мы посмотрим, что можно в этом случае сделать и что вам посоветовать. Хорошо? Договорились. До конца эфира 28 минут. Смотрите, 9 миллиардов хотят сейчас отдать. Это наши с вами деньги. Поставьте, пожалуйста, если бы они были озабочены, второй слайд, если бы они были озабочены тем, как помочь государству, как помочь нашей стране, что бы они сделали? Они выпустили долговые обязательства. Ну, допустим, цена долгового обязательства 10 миллиардов долларов. Так вот, в 2016-2017 годах от номинала можно было купить, выкупить назад в Украину эти обязательства за четверть. Представляете? Вот, смотрите, ниже 30 процентов. Видите? То есть, заняли мы 10 миллиардов, а выкупить эти бумаги можно было за 2,5 миллиарда. Ну, вот такая арифметика. Разве кто-то это сделал? Разве это сделал Яценюк, Гройсман? Разве это делает профан Гончарук? Неа. Они дождались, когда наступят вот эта кабала. Они дождались этой кабалы, и теперь смотрите, как взлетели сразу же долговые бумаги Украины. Они стоят уже 100 процентов, и даже захлест идет с хвостиком. Потому что все понимают, что это было сделано для того, чтобы взять и выдаить из Украины эти деньги. Выдаить. Почему МВФ вступился за Гончарука? Потому что он и такие, как он, обеспечивают выгодность и прибыль международных кредиторов. Им все остальное неинтересно. И на той встрече президенту Зеленскому стоило взять его за ухо, взять его заявление об отставке, собрать парламент и отправить его в отставку. А еще возбудить уголовное производство его генеральному прокурору за сговор против президента, за подрыв авторитета высшей власти. Но мы услышали только то, что Гончарук глубоко в экономике. Да, еще звонок. Ну, здорово, что у нас звонки идут, потому что на самом деле мы переживали, что в первый эфир канал в общем-то получил сейчас новое развитие ребрендинг. Мы рады вашим звонкам. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Доброго вечера. Давай ты доброго вечера. Меня зовут Александр Александрович и находимся в городе Золотом. Я хочу задать такой вопрос, скажем так, через мавшись телевидение. А что вопрос? Питание уже. Ну, если мы здравствуйте на добрый вечер перейшли. Питание. Ну, уже знаете, как говорится, больше-менее привык говорить и так, и так, потому что с Сурджиком говорим. Дело в украинской мове тяжело говорить. Ну, украинской мови. Задам вопрос, именно скажем так, и до депутатов, они все равно будут слушать это, и до президента. Чего они не хотят зробить? Державные рабочие места, чтобы были люди в Украине, чтобы были больницы бесплатные, чтобы было, так, как оно было колись, а не так, как они, получается, сделали, что мы все будем платить, только за кого мы будем платить, если нет государственных работ. Ну, вы сами понимаете, про что я сейчас говорю? Так, я понимаю. Мне отвечать, что это в пустоту? Ну, потому что наши депутаты это пустота. А вы сами за кого голосовали на этих выборах парламент? Чого? Как вы сказали? Я в них не верю. А. Чому сами не балотувались? Потому что смысла нема. Таких, как я, сразу будут давить. Перепрошу, пане, але такий подхід, это заздалегідь програшный подхід. Вы подарили свой голос тому, кто принимает законы против нас с вами. Я вас очень прошу, не делайте так больше. Даже если вы видите, что все плохое, но нужно в первую очередь самому собе. Нужно идти на выборы. Нужно выбирать. Если вы видите силы, я вас очень прошу, идите сами. Идите на местные выборы. Попробуйте. Это реально в жизни. Вы поделитесь, кого они выбирали в парламент. Не они, а мы выбирали. Кто пішов пішов маркер слуги народу. Это жах. Это на голову не натягнешь. А между тем, они сегодня принимают законы, которые вы скажете, что эти законы кроме высоких, высоченных, много тысячных или миллионных зарплат, они ничего не могут делать. Они вписывают премии за досягнение в работе. В кого? В Милованова, который сказал, что он экономику не понимает. Или премьер-минстр ему премии. Или директор Укра Воронпрому Гастрольору. Кому? За что? Что они сделали доброго? Что сделал директор Укрпошти? Когда он получил 2 миллиона в месяц. 2 миллиона в месяц. За який рахунок? Они подняли процент платной для пенсионеров у селищах. Чтобы им поштари довозили их пенсию. И так и так все виглядае все життя. Тому я хочу вам сказать, что я уверен, что этот парламент не работает таким как вы говорите. Нам с вами нужно будет построить страну. Нам с вами эти думки, которые у вас есть, должны выписывать, а потом просить в життя. Я впевнений в том, что наступный выборчий период это период левых сил. Я впевнений в том, что мы с вами сможем разом побудовать нормальную страну страну социального максимума. Это то, что нужно, иначе страны не будет. Я очень надеюсь, что президент все-таки возьмет владу в свои руки, разгонит в очевидь навязанный кабинет министров, в очевидь против український кабинет министров. Я надеюсь, что в связи с изменением в Конституцию будут достроковы парламентские выборы. Вы же знаете, что уже не 450, их должно быть, а 300. Я надеюсь, что это все будет происходить в короткие термени. Иначе мы рискуем с этим кабинетом, с этим национальным банком просто втратить любое богатство страны. Я сейчас очень хочу перейти к теме о земле, потому что это важливая тема. Это тема скреп, это тема духовности, это тема в голове и в сердце каждого гражданина Украины основополагающая. Нет земли, нет Украины. И это чушь собачья, когда нам начинают рассказывать, как важно распродать украинскую землю. При этом не могут объяснить, зачем это они хотят сделать, почему это важно. Я предлагаю поставить следующую тему. профильный комитет референдуму забороняется придбание юридичными особами, учасниками которых есть граждане государства агрессора или другие государства, у которых не можно установить конечного бенефициара, або если остальные зарегистрированы в офшорных зонах, говорит Микола Голова Комитета Верховной Ради с вопросами аграрной и земной политики. Я люблю цифры. Я в них разбираюсь. А самое главное математика это достаточно искренняя наука. Ее не обманешь. Нам говорят о том, что продать украинскую землю надо срочно. Знаете, такое ощущение, что у Зеленского и у слух народа в целом со всем остальным все получилось. Вот сейчас толкнем украинскую землю и все, все будет ладно. Начинаешь задавать вопросы а зачем? А нам говорят, ну как же это столько денег сразу же Украина получит. Ложь. Поставьте слайд по земле пожалуйста, по-моему четвертый или пятый. Ложь. Украина не получит столько денег. Я хочу кое-что объяснить. Сельскохозяйственные угодья, которые находятся в собственности государства, это 11 миллионов гектаров земли. 11 миллионов гектаров. Гончаруки говорят о том, что за украинскую землю они намереваются выручить где-то по 2-2 200 тысяч долларов за гектар. Обычная арифметика говорит о том, что в таком случае, продав 11 миллионов украинской земли гектаров, Украина получит 23 миллиарда долларов. 23 миллиарда долларов. И все. И назад она землю больше не увидит. Она же ее продала. А что такое 23 миллиарда долларов? Зачем они так срочно понадобились? Что такого они несут для нашей экономики, что ради них можно рискнуть самым важным, самым дорогим, что в Украине есть? А я объясню. 23 миллиарда долларов это два года субвенции в области. Ну, то есть, это когда государственный бюджет дает деньги регионам. За два года деньги от проданной государственной земли будут потрачены. И все. А земли нет. Просто нет. Еще Твен, Марк Твен говорил, вкладывайте деньги в землю, ее не производят. Так вот, президент, простая арифметика. Вы говорите об инвестициях. Какие инвестиции международная корпорация будет вкладывать в Украину? Она будет вкладывать инвестиции в виде машин и техники в свой участок земельный, вернее, который раньше был украинским, и вывозить этот урожай либо деньги из нашей страны? И все. Никаких инвестиций страна не увидит. Рабочих мест не будет. Это, кстати говоря, ответ на вопрос предыдущего звонившего. Потому что работу людей в сельском хозяйстве все больше и больше выполняют машины. Спросите у любого фермера, куда денутся украинцы, которые останутся без земли? Нафиг с пляжа? Понаверяння. Или на заработки? Или на заработки в Польшу? И дальше там по нам задымать? Вот и все. Вот к чему готовится эта продажа. Нет экономической целесообразности. Особенно сегодня. Есть экономическая целесообразность расторгнуть договор Ерейской комитета кредиторов. Да, вот это экономическая целесообразность. Есть экономическая целесообразность отпустить гривну в свободное плавание и наводнить гривной и народное хозяйство. Чтобы промышленность заработала. Чтобы рынки наши заработали. Задумайтесь, рынки упали в 4 раза внутри страны. Есть целесообразность проиндексировать заработные платы, потому что бред, вот пишет Тадуров или Голубовская, это величайшие умницы, медики, наши, отечественные, родные медики. Они пишут, что врачи высшей категории получают 5000 гривен. 5000 гривен, а при этом какое-то чучело, которое называет себя министром, которое пишет посты с ошибками в силу неграмотности своей, природной недоразвитости. Это чучело выписывает себе плюс 400 процентов за вредность, за досягнание в экономе, в чем там, в каких-то там непонятных вещах и премию. И зарабатывает 400 тысяч гривен в месяц. 5000 хирург, который спасает жизнь человека. И 400. Вот с этим надо разбираться, президент. С пенсией надо разбираться. Смотрите, разница между пенсией пенсионера в Германии и парламентария в Бундестаге составляет 10 раз. Немец получает пенсионер 1600 евро, а какой, не 10, извините, 6 раз. Еще раз, 1600 получает немец пенсионер, около 10 тысяч получает депутат Бундестага. 6 раз. У нас средняя пенсия 2000, депутатам мало 70, они хотят больше. У нас в нашей бедной, в сравнении с Германией, вообще нищей стране, коэффициенты просто идиотские. 2000 и 200 тысяч, 2000 и 100 тысяч. С этим надо разбираться. Вот это важно сейчас. С зарплатами Кобелевых надо разбираться, потому что они ничего не производят и хорошего не делают. С премиями, которые вы им отдаете, они потом пересылают в Америку, в Люксембург и так далее. Вот с этим надо разбираться. И вы сразу же найдете деньги. Не надо делить министерство, как вы хотите сделать. вы сейчас хотите опять разделить министерство и родить новых три. А это новый виток чиновников. И надо прекратить войну. И тогда деньги, которые сегодня уходят в карманы военных поставщиков, пойдут на мирные цели, пойдут на работу народного хозяйства. А продажа земли подождет. Это нехорошо. Это совсем нехорошо. У меня нет сомнений в том, что по прошествии времени и после того, как украинцы изберут откровенно социальных политиков, социальные партии, левые партии, все эти гадкие реформы будут отменены нами. Мы проведем реституцию, мы заберем назад землю. Мы разберемся с национализацией бюджета образующих отраслей. Мы будем работать на то, чтобы страна Украина превратилась в страну социального максимума. Но это уже другая история, и эта история будет делаться вами, в первую очередь, уважаемые люди, и нами. По земле все понятно? Когда вам кто-то говорит, что ее надо срочно продать, он лжет. Когда кто-то говорит, что надо срочно взять кредит в МВФ, он лжет. Это все агентура влияния. Это нехорошо. Это такие четкие индикаторы должны быть для вас, уважаемые сограждане. Звонки есть? Принимаем. Есть, есть, я на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что подождали. Алло. Говорите, пожалуйста. Да я говорю. Я этот самый. Просто хотел спросить, есть ли все такие умные, что мы там живем плохо? Это риторический вопрос? Нет, вообще я так спрашиваю. А, ну, значит, не все такие умные. Правда? Выходит, так. Я этот самый, то землю трассы, то одно, то другое. будущее это. Ну, послушайте, как вас зовут, как вам обратиться? Меня Валера зовут. Валерий? Да. Послушайте, Валерий, о каком думает по-вашему будущему тот или иной министр или премьер-министр, когда у него есть западный паспорт, я так понимаю, за вредительскую деятельность он получает нормальный кэш, и он с этим кэшем просто свалит отсюда и все. Они абсолютно вот, знаете, в 15-16-м годах казалось, нет, это нереально, ну, нереально ж обречь миллионы людей на голодную смерть, это как-то неправильно, ни по 21-векскому, да, ни по цивилизованскому, а между тем сделали же это, ведь минус 2 миллиона пенсионеров по статистике, это не моя статистика, это госстата, я уже не говорю о выехавших, погибших, минус 2 миллиона человек, это только пенсионеров, то есть это работает, эта формула работает, это на самом деле зачистка территории, и когда сюда пришел новый президент, я искренне полагал, что он попытается назначить хорошее правительство, проукраинское, но когда мы проанализировали, кого назначили, увидели, что в этом правительстве только один человек связан с президентом Зеленским, министр IT-технологий, все, точка, больше никого, то ставленники подразделений Всемирного банка, то Международного валютного фонда, то фонда, связанного с финансистом Соросом, то с государственным департаментом, нет проукраинских, вообще, и их подает президент, за которого я педалировал, за которого я убеждал страну голосовать. От них не надо ожидать добра, они на это не настроены, иначе мы бы увидели это добро в самом начале их каденции, а его нет, они играются в другое, это очевидно. Что нам надо делать? Что нам надо делать? Мне просто в ухо кричат, и я немного сбиваюсь, извините. Нам надо взяться за ум, нам надо не бежать голосовать на парламентские выборы, увидев зеленую вывеску, и там написано «Слуга народа», и верить в то, что там написано. Ведь на заборе тоже всякое пишут, но мы понимаем, что это забор, а не что-то другое, более короткое. Нам надо понимать, что нам навязывают несвойственную нам с вами квазинацистскую правую идеологию. Нам надо понимать это, потому что либертарианство это просто красивое слово, которое закрыло слово нацизм, и дикий капитализм, потому что либертарианство исповедует «мы тебя не видим, тебя нет, ты не интересен, ты на своей земле, в своей стране, ты не интересен». И у этих дурачков ума хватило сказать у правительства, что они либертарианцы. Мы им не интересны. Весь мир сегодня, Валерий, поворачивается в сторону нормальной левой идеологии. Объясню, о чем говорю. Идеологии, которые проповедуют, что государство работает на меня, на вас, на других, на людей, иначе оно не нужно. Я не хочу платить свои налоги гончаруку. Я не хочу, чтобы мой подоходный налог шел этим жуликам на премии, потому что они не делают ничего хорошего ни для меня, ни для моей страны. Я не хочу платить им военный налог, потому что военный налог они разоряют, воруют. Где 70 миллиардов военного налога? Куда они делись? Я вам скажу куда? Вот в этого Сологуба, в Порошенко, в Гонтареву, в Яценюков, в Гройсманов, вот туда. Мне не нужно такое государство. Это плохая надстройка. Короче говоря, у нас с вами очень серьезный будет високосный год. когда произошли выборы президента, знаете, я, наверное, впервые за пять лет искренне был рад и такой на пиднесене, как по-русски. Ну, вы поняли. На подъеме. Я очень был рад, что мы все вместе, вот 70 с лишним процентов людей изгнали зло. Я бы очень хотел, чтобы в 20 году точно так же каждый из нас был рад, когда мы с вами будем переформатировать законодательные органы нашей страны. Звонки есть? Давайте. Алло. Алло. Да, да, добрый день. Доброго вечера. Добрый вечер. Захидной Украины возвращается до вас Никола. Добрый вечер, пане. Я с таким питанием. Когда пенсионеры подвечают пенсию? Когда при владе будут не ліберторианцы, тобто дикие капиталісти, которые считают, что пенсионеры это зайвый тягар, который нужно помножить на нуль. Вы понимаете или нет? Вы понимаете, что они так относятся к людей? Менее пенсионеров, меньше нужно втрачать на пенсийный фонд. Менее нужно чути скарг, меньше нужно опировать. Они этого хотят. пенсии Когда при войне будут не либератарянцы, а здравые люди, которые будут работать на Украину, а не на МВФ, тогда пенсию будут повышать. Потому что, снова таки, я буду сейчас поговорить с вами языком, мовоя экономики. Смотрите, мне, как керевнику, например, государства, выгодно, чтобы вы, пана Микола, получили более-менее гидную пенсию, пошли с нею до магазина, пошли с нею до ринку, вытратили что-то, купили. Тогда что сделает продавец? Она замовит товар. Когда она замовит товар, этот товар выготовят где? У нашей страны. Выготовят, то есть что? Виробничество. Виробничество запрацює, это что будет? Люди будут получать зарплату, которые там работают. Мы маем нормальное, замкнутое коло таке. Працюет экономика. Мне вигідно, чтобы мои співгромадяни были заможними. Потому что тогда будет працювать экономика, и страна начнет зарабатывать деньги. Гроши. Не треба будет... Марафетить. Вы зрозумели. Підробляти документы, как делают сейчас, когда пишут, что наш валовый продукт зростаёт. Он не может зростати. Нема чинников для этого. Взагалі причин нема. А чтобы он зростав, треба, чтобы вы, как пенсионеры, были нормальны, здоровы и заможны. И это реально. Гроши есть. Я сказал, где их взять. Это не проблема. Треба лише мати політичну волю на це. Я відповів. Ще є звонки? Телефонування. Мне говорят, что у меня осталось полторы минуты. Я не придумывал, как закончить свой эфир. Но надеюсь на то, что вам он понравился, уважаемые люди. Надеюсь на то, что вы теперь будете смотреть программу «Принцип Гольдерба» два раза в неделю. В 21.00, в понедельник и в пятницу. Надеюсь на то, что мы вместе с вами будем готовить нашу страну к изменениям. А нас самих к участиям в этих изменениях. К хорошим нормальным участиям. Пусть... Мне нравится эта фраза. Я ей заканчивал свои эфиры на другом канале. Пусть Бог хранит Украину и каждую украинскую семью. И мы встретимся. В принципе. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok